продолжаем марафон дневной марафон теперь навстречу с новой надеюсь замечательной парой посмотрим чем закончится наше общение будет длину плодотворным и завершится ли и завершится ли подписанием или заключением договора погодка испортилась пошел какой-то непонятный дождь мелкий противный ну прям весенний весенний но без этого тоже никуда получилось сегодня покататься на мотоцикле естественно безмерно рад завтра в столице должна быть неплохая погода плюс 20 с копейками местами тоже солнечно значит что можно будет на мотоцикле полноценно часика в нацик в общем что нужно вязать на погоду глядя по сторонам все течет пасмур люди прячутся на остановке отъедешь себе в машине и бусины душ еще не сделала и вот такая вот красотинюшка Кругом дождь, и обо что. Бедняга на мотоцикле, наверное, не очень ему удобно. Я вспомнил, что я поставил подголовники. Они даже немножко подсохли, где-то там они стоят. Надеюсь, что их видно. И все еще еду, все еще еду на строчке. Минск весь перекопан, строят метро. Ямки колдобины. Биг-биг. Кто-то биг-биг-бигает. Ну, я никого наоборот с на белом не знаю, поэтому это не мне. Ну, автобус-то еще жопа какая. Такие медленные водители автобусов. Ну, прям, я не знаю. Может, они в таких колоссальных количествах экономят солярку, но настолько медленно они ездят. Ужас. Ух ты, биг-биг, какая шустро. Наверное, торопится куда-то. Ну, торопится и торопится. Человеку реально надо будет. А встреча у меня на Карла Маркса, по-моему, 17-м. Есть какая-то кофейня, в которой я, походу, ни разу не был. Парадоксально, но факт, в этой кофейне мне не приходилось быть. Ну что ж, посмотрим, что там и как там сегодня. Надо же, надо будет иногда бывать в разных местах. До начала встречи остается 8 минут. Не люблю опаздывать, но теоретически я приезжаю вовремя. Даже учитывая, что сегодня суббота и рабочий день, я должен успеть. Бах-бабах. Я могу не знаю, хоть всякие сажали. С другой стороны, почему бы и не? Почему бы и не посажать там цветы? Нужно подбить какого-то оператора и снять, наконец-то, этот вирусный ролик. Где мы в ямке асфальта сажаем цветы. Ребята уже где-то такое снимали на YouTube-е был. Такой ролик. Но сделаем ремейк. Назовем это ремейк и мы сделаем его. Да, рабочая суббота. Это, конечно, не очень удобно. В плане передвижения по городу. Да все куда-то едут. Суббота рабочая, но все равно все куда-то едут. Как они работают? Кем они работают? Дядька, идешь? Дядька, мы объехали. И приехали на поворот. Частенько Карла Маркса делали пешеходной улицей. Но, видимо, это не прижилось. И Карла Маркса вновь, вновь автомобильная улица. В ней опять можно ездить. Может быть, летом возобновят эту традицию. Делать из нее пешеходную улицу. Перекрывать движение. Но... Но пока мы, видимо, до этого не доросли. Так, осталось 6 минут. Прям идеально приезжаю. По времени в ноль. Смотря на то, что день считается рабочим, машин все равно как-то многовато. Хотелось бы, чтобы не было поменьше. Но сегодня попроще, сегодня попроще. Есть где на Карла Маркса поставить машину, где не может не радовать. Даже, может быть, мы вот встанем и сюда. Кофейни на Боков. Где там какая-то кофейна. Не, не внимание, не надо. Ну, вроде, препаратовался. Вот. Где-то там. То место, куда мне нужно сейчас. Вот там, то место, куда мне нужно попасть. Кофейни на Боков. 1 маркса 17. Ну, что-то там все как-то закрыто забором. Смотрим, чем это закончится. И есть ли там мои ребята уже. Ну что ж, завершилась встреча. Не знаю, насколько позитивная она была для ребят. Мне было комфортно, удобно. Весело. Посмотрим, чем закончится. Наше сотрудничество, может быть, перезвонят. Может быть, и выберут меня в качестве своего ведущего. Может быть, остановят выбор на каком-то другом. Но, но это все нюансы. Пора ехать домой. Надеюсь, что свет попадает. Самое печальное – это выезжать. Нифига же не видно, кто там едет и куда там едет. На этой короле Маркоса. Движение одностороннее. Нифига не видно. Фу. Все. Теперь дорога домой по дождливому городу. И, в принципе... И, в принципе, все. И можно спать. Монтировать ролик. Спать. Кафе де Пари. Популярное место в городе Мецк. Богемная тусовочка. А мы домой. Домой, домой. Чего в магазин надо заехать? Что-нибудь вкусненького? Вот. Но погодка, конечно, не айс. Далеко не айс. Все плывет. Все течет. Вот такой вот дождливый Минск. И еще немного о дождливом Минске. Фонари еще не включили. Уже как бы потемнело. Но все еще в городе темно. Иллюминация еще никакая не включена. И это все вот так. Всякие бэхи меня обгоняют. Вот такая вот красота в городе. Даже мой излюбленный айфон говорил, что дождя не будет. Обманул меня. В кедиках поехал. А тут дождь идет. Неприятно. Но что поделаешь. Да. Маршрутка едет. Почти в крайней левой полосе. Хотя бы по логике вещей должна ехать в другом месте. Может оно и так. Маршрутки несутся, несутся. Везут людей куда-то. Серые массы города. Местами брутально. Местами как-то слишком уж по-советски. Все серенькое, старенькое. Ну такой город Минск, что поделаешь. Что говорит айфон о завтрашней погоде? Айфон говорит... Айфон говорит 24. Фига себе. Ну 24 так как бы... Ну что так? Должно быть хорошо. Тепло. Посмотрим, насколько это окажется правдой. Почти 9 часов. А фонари в Минске не горят. Беда. Беда. Бедовая. С другой стороны. Дождь как бы плохо. Но машину помоет. Как раз там. Дорога. Субтитры сделал DimaTorzok